Постройка незаконных гаражей и безответственное отношение к животным. Эти темы обсудили в мэрии областного центра на съезде Ассоциации Совета муниципальных образований Магаданской области. В год специалисты отлавливают около 300 собак. Как отмечают эксперты, для того, чтобы число безнадзорных животных снижалось, нужно стерилизовать их и обеспечить местами в приютах. Все чаще появляются сообщения о том, что люди относятся безответственно к братьям нашим меньшим. Поэтому окружающие подвергаются опасности, уверяют специалисты. Главы районов, которые принимали участие, поручили мне от имени Ассоциации муниципальных образований подготовить инициативу в Магаданскую областную думу. А Магаданская областная дума является субъектом законодательной инициативы при принятии российских законодательных актов внесения изменений в кодекс об административных правонарушениях с тем, чтобы можно было людей, которые нарушают эти правила, которые создают вот такую нервозную обстановку в городе, все-таки наказывать. Еще один вопрос, который обсудили на заседании – незаконное размещение гаражей на территории муниципалитетов. В Магадане их около 150. Множество таких построек не оформлено в собственность, поэтому распоряжаться ими нельзя. Теперь действует гаражная амнистия. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ 6 апреля 2021 года. Закон дает право в упрощенном порядке оформить недвижимость. Благодаря этому, отметил мэр Магадана, казна сможет получить дополнительные доходы. В мэрии Магадана прошло рабочее заседание по вопросам организации полумарафона «Забег РФ». Это масштабное спортивное мероприятие, в котором примут участие 85 городов по всей стране. Состоится спортивный фестиваль и на территории нашего города 30 мая. Заместитель председателя городской думы Антон Басанский выступил инициатором проведения всероссийского полумарафона на Колыме. Юрий Гришан, мэр Магадана, отметил, что он тоже примет участие в «Забеге». Для того, чтобы поучаствовать, необходимо зарегистрироваться на сайте забег.рф и выбрать дистанцию. Для первой тысячи участников полумарафона доступна бесплатная регистрация. 286 колымчан уже воспользовались этой опцией. На сайте для первых тысяч человек бесплатно оплачивается только страховка. Сейчас разработаны маршруты, они тоже будут вывесены на днях. На сайте у нас три маршрута. На заседании обсудили также организацию пидстопов, камер хранения, медицинской помощи, размещение фан-зон, а также культурно-развлекательной программы. Олимпийская чемпионка Елена Вяльби встретилась с курсантами центра «Подвиг». Для именитой спортсменки провели экскурсию по музею учреждения, рассказали об истории и достижениях организации. Елене Вяльби показали награды курсантов и самого центра – благодарности, грамоты, медали, кубки и многое другое. Глава Ассоциации лыжных видах спорта России рассказала вечернему Магадану о своих впечатлениях о «Подвиге». «Интересно, познавательно, молодцы. Я считаю, что, мне кажется, особенно сейчас очень важно. У нас мало как-то сейчас, нет каких-то целей, патриотических каких-то вещей, которые были в советское время. Я не знаю, я ребёнок всё-таки Советского Союза, и мне это, в общем, импонирует. Мне кажется, для детей, для мальчиков это очень важно». Подвиг открыл свои двери для курсантов в 1978 году. За время существования центра его школу прошло более 7 тысяч человек. Сейчас в «Подвиге» занимается около 200 ребят от 8 до 27 лет. Сотрудники центра поблагодарили Елену Вяльби за визит, вручили ей памятные подарки и пригласили снова посетить «Подвиг». В Магаданской области прошла церемония открытия Всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия-2021». В посёлке Стекольный на базе Хасынского филиала горностроительного колледжа участники из 16 регионов страны, победители отборочных этапов конкурса, будут соревноваться в четырёх компетенциях. Управление бульдозером, управление автогрейдером, управление экскаватором, управление фронтальным погрузчиком. Конкурсант из Москвы рассказал о своём участии в чемпионате. «Я представляю компетенцию управления фронтальным погрузчиком. Что предшествовало, хотелось знаний, хотел победить, хотел, так сказать, расширить свой кругозор. Вот поэтому я здесь. Расположились мы в посёлке Стекольного Магаданской области, расположились в общежитии, и всё отлично, условия идеальные». Встретили участников презентации работ учеников Магаданского кванториума. «Сегодня на старте чемпионата мы представляем пять из семи наших направлений. В первую очередь, конечно, это автоквантум, где ребята как раз программируют и управляют, пилотируют модели автомобилей, которые созвучны тем компетенциям, которые заявлены на чемпионате». Сотрудники центра занятости приглашали юных специалистов из других субъектов на работу в нашем регионе. «Сегодня подходил студент из Великого Новгорода, интересовался вакансией механика, автомеханик, и его вполне устроила зарплата, которую мы показывали в данных вакансиях, и в планах у него закончить обучение, вернуться к нам в область приехать». Большое внимание было уделено организации Всероссийского этапа чемпионата на Колымской земле, так как направления, представленные в нем, стратегически важны для поддержания лидирующих позиций региона по добыче руд и процветанию местной промышленности. «Сегодня у нас 80 участников. Мы надеемся, что из этих 80 участников хоть какая-то частица, доля вернется к нам в Магаданскую область, будет у нас жить, работать и на процветание нашего региона». По словам Александра Басанского, концерном «Арбат» был выделен призовой фонд, который составил 1,8 миллионов рублей. «Всегда ребята надо приветствовать, что вы идете работать по достойным, рабочим, хорошим профессиям. Там хорошие заработные платы, и именно рабочие профессии – это войска, которые всегда делают производственную программу». Гостей на Колыме также поприветствовали творческие коллективы области. Теперь участников ожидает знакомство с культурой края и экскурсия в областной центр. Соревнования чемпионата продлятся до 22 апреля. В Магадане продолжается День дублера. Студенты высших и средних учебных заведений смогут попробовать себя в роли мэра Магадана и его заместителя. Проходит День дублера в несколько этапов. По словам организаторов, это мероприятие поможет молодым людям понять, чем занимается муниципалитет. Ирина Мурзабаева участвовала в Дне дублера в 2009 году. Девушка училась в Северо-Восточном государственном университете по специальности гос- и муниципальное управление, поэтому решила попробовать себя вне дублера. Мы попали вовнутрь, мы поняли, как там все работает, чем люди занимаются, какие структуры вообще есть и как весь этот процесс происходит. Нас познакомили прям лично со многими руководителями органов местного управления мэрии. И это было очень интересно, это нас погрузило, во-первых, в эту всю сферу, во-вторых, у нас только был активный состав, мы поняли, что значит сидеть на этих местах. То есть у нас была возможность заменить на один день любого из руководителей органов местного управления. Опыт был, несомненно, очень полезный. Ирина Мурзабаева на дне дублера заменяла руководителя отдела кадров мэрии Магадана. Рассказывает, что опыт ей пригодился. После окончания вуза девушка работала в правительстве Магаданской области. По словам Ирины, поучаствовать в дне дублера нужно каждому инициативному студенту, особенно тем, кто хочет познакомиться с работой органов местного самоуправления. 21 апреля кинотеатр «Горняк» приглашает всех желающих на показ любительского кино. Фильмы сняты в Магадане и области. Это материалы участников кинофестиваля «Северный формат-2021». Фестиваль проводят для поддержки колымских кинематографистов, чтобы популяризировать их творчество. Сам показ осуществляют в рамках дня местного самоуправления и марафона добрых дел. Начало сеанса в 12.30. Большой зал. Возрастное ограничение 12+. Вход свободный. Хочешь, чтобы рядом с тобой построили скейт-парк? Или ты ждешь новое общественное пространство? Теперь город точно услышит твое мнение. Заходи на сайт за.городсреда.ру и выбирай проекты благоустройства рядом с собой. Сроки голосования с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Впиши свое имя в историю города.